Санатория Куяльник 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 Неспокойно на душе и у Ольги с Михаилом. Они недавно поженились, а жилья своего нет. Ну, сами знаете, нет угла своего, пускай там, ну, чтобы же хватало площади. А когда своего нету, это все. Сидишь как на бомбе из замедленного действия. Ни ему, ни мне негде жить. Родных нет. Переселенцы не напрасно волнуются. Продукты от благотворителей закончились. Приходится покупать за свои деньги. А некоторым еще не заплатили пособия. Да и самим сотрудникам санатория несколько месяцев не платят зарплату. Зарплату обещали заплатить, но не бачила мы и копейки. Уже четвертый месяц зарплаты. У нас вообще вычеркнуло пищеблок с оплаты, что будут платить зарплату. А почему вы тогда на работу ходите? Да потому что люди, люди-инвалиды, жалко их. Остались без дома, без средств к существованию. Нам просто жалко людей. У санатория растут долги, как снежный ком. Например, котельную в зиму отремонтировали. Оплатить нечем. Но сейчас еще стоит вопрос, кто же будет рассчитываться за то, что было сделано славянской теплосетью. Значит, там выставлены счета уже где-то за отопление за полтора месяца 300 тысяч. Не говоря уже о цифре ремонта, я не знаю даже сколько. Ну, примерно, я думаю, где-то на полмиллиона потянет все это. Что же делать, чтобы переселенцам не пришлось переселяться из Святых Гор? В обл. администрации говорят, готовы рассчитаться с долгами. И сейчас ведут переговоры с владельцами санатория, профсоюзами, чтобы взять его на свой баланс. Не хочу быть над оптимистичным. Я гадаю, что до конца грудня уже закончим эту эпопею с передачей на баланс коммунального предприятия санаторием Святых Гор. Как вы можете рассчитывать на заработную плату? Безусловно, там есть заработная плата, там есть заработная плата, там есть заработная плата, близко 570 тысяч. Я точно сейчас не буду указывать цифры, но они есть. Мы полностью, позиция Донецкой областной администрации, мы полностью покрием все борьбы и выдатки. А пока чиновники договариваются, переселенец из Донецка Александр изучает танцы. Он оптимист, несмотря ни на что. Продолжение следует...